Бля, мне больно! Вы можете горцевать в этом положении достаточно продолжительное время, чуть ли не до конца схватки, если активность продолжается. Такой вот лук-челк из армрайда. Рефери не может вам здесь дать предупреждение, даже если вы очень долго сидите у него на руке. Знаете почему? Всегда так делаю, всегда так блокирую руку. Да? Да. Оказались в саде. И дальше вдруг замечаешь. Человек не может, во-первых, появиться к своему счастью, а во-вторых, он начинает метаться. Сначала он лежит просто, потом судья начинает смотреть на время. Друзья ему кричат, предупреждение будет, давай работай! Но в этот момент он понимает, что ох, в лучшем случае люди начинают совать колено на живот, противник этому противника. Это хорошая стратегия, но она очень привычная. И человек, который знает, что сейчас будет колено на целом живот, они вам поставят ногу, упрятят свою ногу. Это все будет тяжело, не исключено, что он вывернется. Другой вариант. Люди лезут в север-юг, что тоже правильно, но это не единственный возможный вариант развития событий. Что люди не особо ждут. Заблокировали руку, бум! Сели колено, тут же пошла ступня. Мы развернулись и оказались с вами здесь. Ступня-то старая земля особо не упирается на нее, я отсекаю руку в районе локтя чуть выше. Дальше у нас с вами целый ряд возможных атак, что мы с вами попробуем здесь сделать. У нас высвобождаются руки. Мы хватаем человека за загревок сзади, объезжаем голову и задушиваем. Давайте еще раз. Итак, мы в нормальном сайте. Человек чаще всего не умеет меня, просто упирается в меня. Не обязательно сейчас так сильно не даю, но просто вот человек упирается здесь. Нас это в принципе устраивает. Бум! Бум! Рука под голову. Вот тут нужно понимать, что от руки нет, чуть-чуть улетает как жопа. Надо делать что-то еще. В этот момент я хватаю загревок сзади. Пристаю. Мой кайф здесь, что я могу высоко приставать. Вырваться в ту сторону он не может. Хватаю рядом. Локоть обогну шею. И я его задушил. То есть такой вот лупчок из армрайда. Никто не говорит, что это цель панацея, что мы должны обязательно выходить сюда, но как вариант. Почувствую, что у человека с этой рукой здесь штука не ладная, она там болтается в районе. Очень хорошо. Чик! Чик! Бежали с ним. Захват. Встали высоко. Взяли на бейсбол захват. Обошли. Задушили. С счастливым видом. У него минус рука. Минус рука, которая создает фрейм. Ничего не может с вами сделать. Не высушить эту руку. После того, как вы самое главное в этот момент, знаете, что очень важно понимать еще помимо развития как вот схватки, тут еще есть помимо тактического, стратегический вариант. Рэфери не может вам здесь дать предупреждение, даже если вы очень долго сидите у него на руке. Знаете почему? Вы развиваете атаку. Чтобы вы полным мудаком, чтобы сказать, вдруг там полто, типа дурак, блядь, делаешь плохо, лежишь на лаков компательность. Чувак пролез ему на руку, занимается удушающим или болевым тут. Поэтому вы можете горцевать в этом положении достаточно продолжительное время, чуть не до конца схватки, если активность продолжается. Там вы стараетесь его задушить. Вот в чем разница. Если вы просто лежите в саде, можно получить все три предупреждения и закончить досрочно. Давайте попробуем. Армрайд это очень большой спласт. Кто его делает? Кто его делает? Робсон Мура. Армрайдом пользовался очень хорошо, на мой взгляд, и умело. Он выдающий спортсмен, поэтому, конечно, мы будем ориентироваться на людей попроще. Но, тем не менее, до этого звезд можно увидеть Армрайд. Если вы захотите это посмотреть, то представитель нового юниала, Робсон Мура. Очень крутой чел, он делает такие вещи, у него они есть. Все, пробуем, давайте, три раза один, три раза другой, пока я не скажу достаточно довольный. Чехов, ты понял, что такое Армрайд? Ну, там четыре. Всегда так делают, всегда так блокируют. Да? Да. Все, можно идти в душ. Понял. И закриво.